Если у вас стал вопрос, как выбрать боксерскую грушу, какую грушу выбрать, кому она подойдет, под какой вес нужно выбрать снаряда, чтобы он подходил вам, какой высоты она должна быть и из какого материала. Все это попытаемся разобрать в этом ролике. Физкульт, привет друзья, на связи Мускулшоп и сегодня поговорим о том, как выбрать боксерскую грушу. Если вы задумались над этим вопросом, скорее всего у вас пацан, ну в 99 случаях у вас пацан и вам некуда, ему некуда одевать свою энергию и соответственно у вас есть возможность куда-то ее повесить. Зачастую ее вешают либо на турник, либо на шведскую стенку, либо в потолок. Реже кронштейны используют на стену кронштейны, потому как они, нужна несущая стена, в которую закрепить этот кронштейн, он имеет довольно большой вылет от стены, то есть она будет занимать какое-то место у вас. Но не суть. Если вы на ДНА это уже решились, я помогу сегодня вам с выбором. Тут есть один момент. Почему-то все, когда выбирают боксерскую грушу, они считают, что вот это все это боксерские груши. Но на самом деле это не совсем так. Боксерская груша Боксерская груша это вот этот снаряд. Он имеет форму груши, поэтому он называется боксерская груша. Каплевидная. Есть также груши немножко большего размера. В принципе их очень много разных вариантов. Есть обратной формы, то есть капля вниз, ну вверх головой. Есть большие груши, ну есть профессиональные. В общем, мы на этом сейчас останавливаться не будем. Не в этом суть ролика этого. А если вам нужен вот такой снаряд, он называется боксерский мешок. И скорее всего его вы собирались повесить своему ребенку. Потому как он имеет ряд преимуществ относительно вот этой боксерской груши. Во-первых, он тяжелее. Ну изначально, потому что здесь больший объем. Во-вторых, смотря для какого возраста вы подбираете мешок, его можно повесить на определенную высоту. И ребенок сможет, либо взрослый, сможет работать на разные уровни. То есть отрабатывать удары как в голову, так и в корпус. Либо ногами в нижнюю часть тела, по ногам. Отрабатывать лоу-кик. Тут нужно еще понимать, если у вас совсем маленький ребенок, ну там от двух до, скажем, четырех лет, то вам может подойти вот такой боксерский мешок. Он небольшой, легкий. Перчатки обычные такие, из самого простого кожзама и поролона. Но снять агрессию, снять его спесь, этого вам будет достаточно. На первое время. И как раз мягкий наполнитель, здесь ветошью он набит. И ребенок, еще у него не поставлен удар, он не травмирует себе кисть. Поэтому для маленьких детей лучше брать вот такой небольшой снаряд. Для тех же маленьких детей брать вот такой снаряд не совсем рекомендую. Во-первых, потому что здесь наполнитель уже другой. В этих мешках здесь тырса. Она довольно плотная. И при неправильном ударе может быть вывих, может быть травма кисти. Ну, травма кисти может быть. Не говорим о переломах пока. Поэтому для малышей лучше брать вот такие маленькие снаряды. Для тех, кто постарше, либо тех, кто уже занимается какими-то видами единоборств, можно рассматривать мешки побольше. Здесь уже в зависимости от возраста ребенка и от роста его. Вот такие мешки. Это высота его здесь 70 сантиметров. Я бы рекомендовал для детям в возрасте от 6 лет до 8-9 лет. Вот эти мешки побольше, 85 сантиметров высотой. Это уже можно рассматривать детям в возрасте от 8 до 10 где-то. Вот эти мешки, которые еще больше, метр 10 высота. Это уже от 10 лет до 14-15. В принципе, там и старше этого хватит. И если особенно ребята занимаются боксом, то этого мешка вполне достаточно. Он имеет вес около 35 килограмм. И для боксеров, для начинающих или любителей, этого вполне достаточно, чтобы отрабатывать удары. Для тех же, кто занимается смешанными единоборствами, нужны мешки побольше. Они уже имеют высоту от 130 сантиметров и вплоть до 2 метров. Смотря какой уровень подготовки спортсмена, какой его вес и какая задача стоит перед ним. То есть эти мешки уже берут ребята, которые занимаются ударной техникой, где включаются ноги. То есть либо смешанное единоборство, либо это рукопашный бой, либо это кикбокс, либо тайский бокс. Кто еще занимается? Ну, боксеры в основном такие большие мешки не берут. Боксерам достаточно вот такого мешка. Средний мешок. Нормальный по весу. Ну, опять же, смотря какой вес человека. Если уже человек полноценный спортсмен, сформировавшийся, имеет рост от 180 и вес 80-90 килограмм, то можно брать, но может быть ему будет этого мешка мало. Тогда можно уже рассматривать варианты потяжелее, либо побольше в диаметре. Если выбирать мешки по качеству материала, то я бы разделил здесь на три типа. Первый это кожзам. Это вот обычный вот такой материал. Они, скажем так, для любительского уровня, для детей в основном. Либо для подростков, но которые ничем не занимаются, им просто так домой взять, пару раз побуцать мешок дома. Для тех ребят, которые уже чем-то занимаются профессионально, то есть либо ходят на какие-то секции, я бы советовал брать материал вот такой. ПВХ материал, поливинилхлорид называется. Распространенная баннерная ткань, реклама, фуры обтягивают этим материалом. То есть он гораздо долговечнее, чем кожзам и практичнее. То есть надежнее. Его тяжело порвать. Это нужно очень постараться. Но рекомендация общая такова. Со всеми мешками желательно работать в снарядных перчатках специальных. И третий тип ткани это, естественно, кожа. Кожа, она есть разной толщины. И от этого сильно влияет это сильно на качество. И также на стоимость мешка боксерского. Но такие мешки уже берут в основном ребята, которые занимаются профессионально в залах. То есть это спортивные комплексы, либо специальные кружки, секции. Вот туда в основном уже вешаются снаряды из натуральной кожи. Хотя во многих залах целью экономии покупают и вот такие тентовые мешки. И они ходят, ну, в принципе, там 2-3-4-5 лет. Довольно неплохо, если опять же придерживаться всех требований работы с мешком. В целом, я надеюсь, с выбором по весу и по росту и по возрасту я подсказал. И теперь вам будет более понятно, какой мешок выбрать своему ребенку. Либо на подарок, если кому-то вы собираетесь подарить боксерский мешок. Спортсмену, то вы теперь имеете представление, как его подобрать. Надеюсь, был полезен. Если так, можете подписаться на канал, поставить палец вверх. Все, весь инвентарь вы можете приобретать в нашем интернет-магазине Muscle Shop. Ссылочки все будут внизу под этим видео. Пользуйтесь промокодами. До новых встреч. Пока.